Так, одноклассники подключаются, фейсбук подключается. Добрый вечер, дорогие друзья, тем, которые сейчас подключаются к моему прямому эфиру. Мы пытаемся соединиться через фейсбук, чтобы у нас был совместный прямой эфир с советниками, с фракцией нашей партии в Бельском муниципальном совете. У меня сейчас прямая связь с ребятами по скайпу, значит, сейчас как-то пытаемся всех вывести на экран. Если бы тут еще не бегало двойма, две маленькие собаки, было вообще хорошо. Вот. Лен, получается, нет? Пробую. Игорь, и что? Так. Так, вижу, активно подключается. Я отправила запрос. Так. Вы должны принять запрос. Так. Я отправила запрос. Так, вот, добавил. Нету, да? Нет, не получается. Ну, окей, давай тогда так оставим по скайпу. Просто вчера не получалось, потому что вчера все ждали, многие писали, что... Значит, итак, добрый вечер, дорогие друзья. Я приветствую всех тех, которые сейчас смотрят нас в прямом эфире в Одноклассниках. Те, которые смотрят в прямом эфире в Фейсбуке. Я хочу... Из-за камеры нас не видно. Значит, вы все знаете о том, что фракция нашей партии в Бельском муниципальном совете, именно наши коллеги, наши коллеги, значит, уже пошли вторые сутки, как они объявили голодовку. Есть ряд требований, которые они выдвинули по отношению к центральным властям. Есть основное, чего пытаются добиться наши коллеги, это того, чтобы их услышали, чтобы нас услышали, потому что все то, что происходит в Бельцах, особенно в течение последних нескольких месяцев, а именно запугивание наших советников, попытки их подкупа, то, что происходит, то, что начало происходить перед новогодними праздниками, когда все нормальные, все православные люди, вообще все люди, вне зависимости от религии, даже так скажу, кто-то отмечает Рождество по новому стилю, кто-то по старому, кто-то Новый год, это праздники, когда семьи воссоединяются, а у нас сотни тысяч семей работают за рубежом для того, чтобы прокормить свои семьи, значит, в это время бельские бандиты, по-другому их не назовешь, это представители партии демократов, это подконтрольные полицейские сотрудники ЧНИА, их приблотненные бизнесмены, значит, угрожали нашим людям, угрожали женщинам, они не угрожали тем, от которых они понимали, что могут в прямом смысле слова получить по морде, они угрожали тем людям, и самое главное, каждый раз пытались их застать врасплох, для того, чтобы человек просто ничего не мог делать, понимаете, вот это то, что было, значит, мы в течение всех этих лет, и за это я благодарю всю нашу бельскую команду и всех наших коллег по стране, которые начали заниматься реально правильными вещами, которые начали вычищать весь этот ил, весь этот коррупционный мусор, в котором погрязли многие примари у нас в стране, мы вскрыли абсолютно все коррупционные схемы в Бельсах, мы вместе с вами делали все для того, чтобы деконспирировать все схемы преступные на национальном уровне, мы являемся теми, которые объявили режиму Плохотнюка реальную войну, не войнушку, которую изображают некоторые оппозиционные партии, сейчас о них не будем говорить, да, потому что эти партии называют себя оппозиционными, на самом деле эти партии являются сегодня карманными партиями Плохотнюка, сегодня Плохотнюк в истерике, он знает, и все вы знаете, что есть уголовное преследование в Румынии, есть уголовное преследование со стороны российских правоохранительных органов, есть сегодня материалы, а может быть, я даже скажу, есть уголовные дела в других европейских странах, есть сегодня ситуация в Лондоне, которой он настолько боится, потому что вы понимаете, как может Плохотнюк идти в Лондонский суд, в Лондонский суд, как и многие олигархи, которые там пытались что-то доказать, он может прийти с очень дорогими адвокатами, которому ему придется заплатить белые деньги, но он не может прийти в суд, где нету Саши Танаса, министра юстиции, нету прокурора Харунжина в стране, я говорю про Великобританию сейчас, да, нет сегодня там ручных следователей и всех тех, которые покрывают сегодня его в Кишиневе, такие как Бусуёк и вся эта нечисть, которая есть там в лице Кавкалюка и других товарищей. Мы обратились, мои адвокаты обратились к генеральному прокурору Молдовы с требованием прекратить весь этот цирк в Кишиневе. Одни говорят про как правду, другие говорят, что правду говорит этот партнер старого Плохотнюка Ваня Писатель. Сегодня у английских правоохранительных органов достаточно инструментов, рычагов для того, чтобы проверить, и для того, чтобы правда восторжествовала. И был наказан тот, который сегодня организовал те или иные преступления, мы сейчас говорим за Великобританию. Плохотнюк понимает, что это для него конец. Плохотнюк понимает, что сегодня могут объединить свои усилия англичане, румыне, русские, итальянцы, австрияки. Плохотнюк сегодня истерически пытается зачистить сегодня левый фланг. Плохотнюк сегодня бандитским путем, так же как он райдернул все то, что ему принадлежит в стране, пытается райдернуть сегодня второй по величине город, а именно речь идет о нашем с вами городе Бельце. Плохотнюк хочет зачистить левый фланг, чтобы, как он считает, чтобы некуда было переходить голосам от Додона. И Додон молча и всячески его в этом поддерживает. Вы знаете, и я вообще на Додоне не буду заострять свое внимание, и будет что-то делать, будем его обсуждать, потому что сегодня даже дети уже должны понимать, что Додон сегодня является не просто проектом Плохотнюка, является политиком, который полностью ему принадлежит. И Плохотнюк сегодня, может быть, кому-то дает на него доверенность. То есть, может дать на него доверенность на год русским, может дать на год доверенность американцам. Кому решит выписать доверенность, тем он и будет служить. Сегодня я хочу искренне поблагодарить всех наших коллег, а именно наших муниципальных советников, бельских муниципальных советников, потому что сегодня они, многие из них оставили свои семьи. Многие сегодня оставили дома своих родителей, кто-то оставил даже дома детей, для того, чтобы сегодня попытаться разбудить всю страну, чтобы сегодня показать всем, что не нужно бояться этих негодяев. Сегодня ребята вышли для того, чтобы разбудить многих наших внешних партнеров, которые покрывают этот бандитский режим. То есть, иногда они говорят о том, что как бы, да, плохо, с реформами вестиции и так далее, и так далее, но в крупную клетку, несмотря на все их происки, они потом выходят и говорят, ну, как бы, да, они наши. Сегодня, вместо того, чтобы поддержать тех, которые реально занимаются реформами, они сегодня иногда, не все, подчеркиваю, покрывают бандитов. Ребят, я хочу призвать всех тех, которые нас видят, которые нас слышат. Уважаемые друзья, я много раз говорил о том, что пока мы с вами не, пока мы с вами сами не разберемся с нашими проблемами у нас дома, их за нас никто не решит. Ни на Западе, ни на Востоке. Не придут ни русские, ни румыны, ни американцы. Никто не будет наводить порядок в Молдове. Ребят, сегодня, да, нужно выстраивать отношения, правильность с нашими внешними партнерами. Да, сегодня нужно четко всем объяснить, что мы не являемся, и, по крайней мере, наша партия не будет там вассалами выполнять там чьи-то там указинки, директивки и так далее, понимаете. Но сегодня, я вас очень прошу, сегодня вокруг ситуации Бельц может объединиться вся страна. Бельцы сегодня являются свободным городом. Да, в Бельцах есть филиалы режима Плохотнюка, в лице там прокуроров, некоторых, нельзя про всех говорить плохо, некоторых судей, некоторых полицейских, но среди них есть и нормальные ребята. Вот, как, например, сегодня были обыски у одного из наших коллег, у его мамы на рынке Байдукова. У него мама инвалид второй группы, которая продает обувь, понимаете. То есть, женщина зарабатывает себе на жизнь, чтобы как-то так же, как и любая мама, любая, все наши родители всегда делали все для того, чтобы как-то нам помочь. И к ней приходят с обысками, понимаете. Когда у женщины забирают 70 пар обуви, а в это время под окнами сидят там, представители демократов, которые пытаются всех вытащить по одному на переговоры, там одному предлагают закрыть дело родителям, другому там какие-то деньги и так далее. Ребят, сегодня Бельце, если в Бельце приедет достаточное количество людей, то для таких, как Маху, для таких, как эти все коррумпированные полицейские, прокуроры, судьи и так далее, вы знаете, для них места в городе просто может не остаться. Но это зависит и от всех бельчан в первую очередь. Потому что бельчане нам дали мандат, мы служим сегодня бельчанам, а не служим нашим каким-то личным интересам. Когда сегодня в СМИ они пишут там с утра до вечера о том, что там одни пишут, там какие-то помойки, там черного придумали, что вот усатый, как бы арестован в Москве, там проходят обыски. Вторые негодяи пишут, там сами исполнили какое-то видео, отправили уродов каких-то в капюшонах с пакетами, и что это люди, которые как бы приносили нашим советникам еду. Все эти спекуляции и бред вы видели? У нас есть мандат от бельчан. Сегодня бельчане должны решить, будем мы руководить городом или не будем. Ребята, сейчас, секунду, извините. Сережа, ну заберите их, ну! Хорош, ты, ну! Вот, поэтому... Сережа! Ну, заберите их, ну! Вот, поэтому, ребят, сегодня в бельцах могут собраться все те, которые на самом деле против всего того, что происходит в стране. Сегодня среди наших советников есть молодые ребята, есть люди постарше, есть молодые женщины, есть женщины постарше. Но сегодня эти люди голодают для того, чтобы быть, скажем так, примером для всей страны, чтобы показать сегодня всем, что они вышли против этого. Сегодня я смотрел ток-шоу на журнал ТВ, когда один из представителей Калма, Конгресса местных власти, говорит о том, что вот мы потом когда-нибудь назовем фамилии, как там помогал Плохотнюк Додону на выборах и так далее. Сегодня мы не можем сказать, потому что у нас семьи. А у наших что, нет семей? Сегодня, когда обвиняют многие меня в том, что вот усатые в Москве, а люди голодают. Послушайте, я готов в Молдавию приползти на коленях, если бы у меня было бы хотя бы 10% гарантий на данном этапе, что не исчезнет все то, что мы делали в течение этих нескольких лет. Плюс я четко сказал, что я готовлю свое возвращение домой, я провожу работу с представителями Диаспори, хочу поблагодарить всех тех, которые написали мне, оставили свои контакты из разных стран, из разных стран на территории ЕС, из разных городов Российской Федерации. Ребят, если мы приедем домой в большом количестве, ситуация изменится. Сегодня я прошу сконцентрировать внимание всех на Бельцах, потому что сегодня для товарища представителя Калма, который сегодня слушал, я хочу сказать, у наших тоже есть дети, тоже есть семьи, и они вышли. Вы знаете, как человек из бизнеса, если рассуждать так, как вы говорите, должен был тоже договориться, будучи бизнесменом, договориться на тот момент с бизнесменом Плохотнюком, и не было бы сегодня ни репрессий в Бельцах, у меня бы не было несколько десятков уголовных дел, Плохотнюк бы не занимался моей ликвидацией, моим похищением, все было бы нормально. А мы же привыкли, понимаете, то есть мы живем, есть очень хороший фильм «Слуга народа», я посмотрел и первый сезон, и второй, настоятельно рекомендую, где у нас как бы в стране, вот получается, что вот мы кого-то вот выбираем, и вот сидим четыре года ждем, ничего не происходит особо, и вот происходят эти четыре года, и перед выборами мы думаем, что нет, эти пипи плохие, давайте пипи новых, понимаете. И вот так у нас как бы происходило в течение последних 25 лет, понимаете. Ребят, сегодня не нужно ждать, что кто-то за нас что-то сделает, понимаете. Сегодня, когда многие меня останавливают, представители, диаспоры, наши, по России здесь, они подходят, говорят, ну что, когда у вас там что-то? Я говорю, когда все поедете домой, тогда вот точно будет все очень быстро, понимаете. Вот, а сегодня, ребят, в Бельцах есть живые люди, наши с вами коллеги, которые вышли против этого бандитского режима. Раз. Пункт номер два, в Бельцах продолжались репрессии сегодня, и в том числе будут завтра. Я хочу поблагодарить, кстати, нормальных полицейских, значит, завтра у бельских советников, у их родственников опять будут обыски, завтра уже на завтра на утро дана команда старт. Значит, если получится, сейчас ночью попытаюсь узнать, у кого они будут из наших коллег. Но мы предупреждаем, у наших нет левых фальшивых денег, наркотиков, оружия и прочего бреда, который там, не дай бог, окажется. Я никогда публично не называл вслух, и то, что не называл, ну, я знаком с человеком, наверное, лет 15, да, как бы, то есть, вот сегодня хочу обратиться к нему, сегодня он вице-председатель Демпартии, мы очень много лет знакомы по бельцам, я хочу обратиться к Владимиру Витику, к бельчанину. Я не хочу обращаться к Киселеву, не из-за того, что он не бельчанин, Сергей Киселев как раз и бельчанин. Проблема в том, что я думаю, что Витюк ему завтра будет в состоянии перевести то, что я скажу сегодня. Уважаемый товарищ Владимир Витюк, Вадим, мы знакомы очень много лет, ты бельчанин, ты знаешь этих людей. Сегодня твои люди, многие из которых просто шакалы, угрожают сегодня женщинам, молодым девушкам, в том числе и пожилым людям по бельцам. Я пытался как-то передать месседж, как бы очень надеялся, что он дойдет, вижу, не дошел. Я хочу предупредить всех, ребят, я понимаю, что сегодня у вас есть могучий плохиш, но, вы знаете, порошок арель, за счет которого живет плохотнюк, он тоже имеет срок годности, понимаете? Так же, как имеет срок годности ваш плохотнюк. Я хочу сказать, что все те, которые участвуют в этих расправах над людьми, те, кто участвовали в грабеже страны, само собой, ребят, остановитесь, пока не поздно. Да, вы решили бросить Воронина и покраситься из красного цвета в синий, став голубыми, и ищите в этом сегодня какую-то защиту, ну, ребят, это, наверное, прикольно. Я не мешаю вам сегодня. Это касается не одного Витюка, это касается всех других. Значит, ребят, я вам не мешаю сегодня выстраивать с плохотняком бизнес. Я вам не мешаю с ним дружить. Вас и так Костя Боттер всех подружил, неважно, кого за 200 тысяч долларов, кого за 300, кого за полмиллиона. Вы все те, которые ходили на цыпочках перед Воронином. И когда я прилетал в Молдавию, вы шепотом разговаривали. Вы сидели и просто ждали. Я помню, как вы все ждали, когда вы говорили, ой, дед позовет, понимаете. Как они ходили тихо к Воронину. Сегодня все забыли деда. Да, кто-то из них шушукается по секрету. Но сегодня вы все предатели. Люди сегодня отказались предавать меня и самое главное, отказались предать бельчан. Я настоятельно рекомендую тебе, Вадим Сергеевич, всем этим вокруг там, полужужащим, полукоммерческим и так далее. Ребят, прекратите это. Ребят, прекратите это, потому что сегодня вы чего добьетесь? Я людей своих не брошу. Но вот есть плохотнюк, от которого я собрался избавлять Молдавию. Поверьте, избавлю. Хочет он этого вместе с вами или нет? Я этого по-любому добьюсь. Ну, вы-то посидите хотя бы на скамейках запасных. Вот дают вам иногда выступить в парламенте. Ну, живите за счет этого. Не лезьте вы в эту историю. Ребят, потому что сегодня я займусь всеми вами. Мы что, должны заниматься вашими женами, вашими детьми. Вы же знаете, я этого никогда не сделаю. Вы сегодня прекрасно знаете, кто я, что я могу сделать, чего я не могу. Сегодня, когда все эти порно-проститутки Плохотнюка на всех телеканалах рассказывают опять про солнцевскую мафию и так далее. Послушайте, Плохотнюк очень хорошо знает, что никакой солнцевской мафии не имеет никакого отношения. Потому что имел бы я к ней хоть малейшее отношение такого сутенера, как Плохотнюк, уже давно бы где-то закопали в пригороде Женевы. Понимаете? А сегодня Плохотнюк понимает, что я не имею никакого отношения к этим людям. Поэтому он может кричать, что я солнцевский. То есть, это самое. То есть, реально хочется вот собрать все эти нарезки, хоть как-то передать им там по электронной почте или отправить двух мальчиков, откормленных комбикормом с двумя видеокассетами. Понимаете? То есть, пусть посмотрят. Понимаете? То есть, если уже Плохотнюка с Додоном узнают мои маленькие собаки, то постараюсь так, чтобы их узнали все. Вы чего ждете, товарищи Плохотнюки? Чего ты ждешь сам, Влад Плохотнюк? Вы до чего доводите страну? Чтобы завтра был опубликован счет в Одноклассниках и люди писали, что вот нашли киллера для Плохотнюка за миллион долларов, скиньтесь, пожалуйста, по два рубля через СМС в Оранжи, в Молчеле, в МТС, в Билане, в Мегафоне, в Трэвл Симе и так далее. Не надо только завтра это все интерпретировать, что вот кто-то угрожал там, что сейчас завтра выйдет опять этот педофил Табора, посадит еще двух замов рядом и будут рассказывать по всем телеканалам, вот смотрите, как усатый вчера сказал. Просто я не понимаю, к чему они идут сегодня и куда они придут. Я боролся все годы законно и законно буду продолжать бороться дальше. То, что сегодня есть некоторые моменты, которые я проконсультировался с адвокатами, они мне четко объяснили, что это не будет нарушением закона. Ну, это я говорю о том, что, например, есть определенный план. Перестаньте издеваться над людьми. Я заявляю на всю страну. Заявляю это в прямом эфире, заявляю ответственно. Послушайте, я буду работать всю жизнь, вкалывать по 20 часов в сутки, заниматься бизнесом, не воровать, как это делать, плохотнюки, все это его шаг. Я найду каждого из вас в любой точке земного шара, если что-то произойдет из моих людей. Вы что, товарищи витюки в Бельце, Вадим, они там тебе докладывают, что им удается запугать 10 раз в день Владимира Гулу, советника. Парня, которого мы пригласили на работу, пригласили его с нами пойти по спискам в муниципальный совет, потому что он является специалистом сегодня касаемо всего, что связано с приватизациями, арендами земельных участков и так далее. Мы его поэтому пригласили. Вы сегодня хвастаетесь тем, что вы хотите посадить в тюрьму супругу Юрия Кожакаря, другого муниципального советника. Этим методом вы научились у них? Или вы, ребята, все блатные и вы, оказывается, по блатному сегодня с ними разговариваете? Так, давайте так поговорим. Я приеду сам в шортах, в тапочках и на троллейбусе. Только в этот день вы выкупите вазелин во всех центральных аптеках, причем не только города, а всей страны, если мы уже про это говорим. Прошу сегодня всех тех, кому не безразлично то, что происходит сегодня в Бельсии. Ребят, я прошу всех наших коллег приехать в Бельсе, поддержать наших с вами коллег, потому что сегодня они сделали то, на что не решались многие, а я даже скажу по-другому, на что никто не решался. Сегодня вы не думайте, что им не страшно. Да, есть люди, которые это самое, чувство страха потеряли еще много лет назад, но таких не так много, понимаете? а все они такие же люди, как и вы. У них есть дома мамы, папы, дедушки, бабушки, дети, племянники, если нет своих, понимаете? Их тоже ждут, их тоже любят, за них тоже переживают, когда какие-то быдлаганы угрожают их сегодня там детям, там, дочкам или сыновьям. я прошу сегодня, я говорил всегда, что, ребят, я буду бороться за изменения в стране ровно столько, сколько я буду чувствовать, что вам нужна эта борьба, вам, всем гражданам Молдовы, вне зависимости от национальности. Я сегодня с готова с готова все. Ам примит нещие solicитери из-за тех, которые находятся в диаспора в статии УЕ. Баец, я с готова с этим с этим с этим с вами. Как у вас были больше вопросов. И унили с додон, и унили с додон, с додон, лидеры политики в Кишином. Я с готова с этим с этим с этим с этим с этим и с этим с этим сомнализаци то, что с случилось в последние лет в Кишином. То, что с случилось с нашим веществом, и унашил веществом, я все с ним с этим развиваться не с этим . Я не понимал, что человек был Филат, что Филат был Филат. И это нужно сказать, что это что-то, что-то, что-то другая персонажа, Дон Плахотнюк. Это очень опасный, очень мурдар, с очень много санжи. Сейчас он, как он знал, я был человек, а сегодня я не знаю, что я не знаю, что я был в манкаре, что я не знаю, что я не знаю, что я был несколько линей, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что он сейчас очень опасный, поэтому многие не и не не Enlightened. Но сегодня мы должны быть именными. Ласасы, вы, ровно, не хочу, я не хочу, от стынга, от центра, от древности. Сегодня я хочу сказать, что все, которые, апрепо, у меня были очень много апеллеров, даже в статии УЕ. У меня были очень много апеллеров, с усынений, с усынений, с усынений, с усынений, с усынений, с усынений, очень много сказали, что мы начнем, мы начнем, но сейчас мы видим, что мы сейчас находим, мы не имеем, мы не имеем в виду, а я стою и спрашиваю, что мы делаем, но сегодня мы мы облигаем, что я говорю сейчас, только для меня, и все, что делаем, а сегодня мы должны дать эту бутылку, заставить, и я уверен, что все, которые Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу вам сказать, и я уверен, что те, кто сейчас смотрят нас в прямом эфире, они со мной согласятся, вы просто сегодня настоящие герои, потому что то, на что вы пошли сегодня, то, что вы сегодня находитесь здесь, то, что вы вторые сутки голодаете, сегодня это достойно низкого поклона и только уважения. И поверьте, это вызвало еще только больше страх у врагов, поэтому, ребят, огромное вам спасибо. Так, что-то диаспора, а нет, стоп, диаспора у нас здесь, это скайп ваш, тут просто... Будьте здоровы, это у вас или это в коридоре кто-то? Это у нас, у нас, у нас Кудряшова чихнула. Кудряшова. Ребят, вы сегодня, мы сегодня можем многое, но сегодня, если один будет смотреть публику, второй будет смотреть другой бордельный телеканал, где нас разбивают, нас раскидывают, нас пытаются делить на правых и левых. Некоторые сегодня молчат и мне там пишут, вот, типа, наше руководство хотело сделать заявление, но они, как бы, считают, что ты пророссийский политик, правильно. У вас сегодня могут, вы сегодня эту демократию предлагаете нам в Молдавии, те, которые считают себя европейцами. Вышла платформа, да, которая честно сказала, я видел заявление Александра Слюсаре вчера у Натальи Мораль, говорит, мы другие политические, да, но то, что происходит сегодня, это, как бы, полный беспредел. По крайней мере, Слюсарь говорит о том, что их европейское будущее, которое они видят, оно будет не таким, как то европейское, которое есть у нас сегодня. А что, где же вы, дорогие друзья? Я понимаю, что все те партии, которые многие молчат сегодня, ну, правильно, одни говорят, а у нас нет примаров, как бы, что мы там будем что-то говорить, понимаете? Вторые там сегодня молчат по поводу референдума, который Плохотнюковский ЦИК отменил, и вы все это видели. Также я вам скажу, они отменят и референдум в Бельцах. Сегодня в Бельцах у них не стоит основная задача, да, это был у них идеальный вариант, чтобы вышло 10 человек из фракции нашей партии, чтобы и референдум не состоялся, и назначить своего вице-примара, которого они сделают ИО, ну, новым большинством, и будет вторая Сильвия Раду, вполне возможно, даже мужского рода, в Бельском кабинете, понимаете? Вот, как бы, какой их план. Поэтому репрессии будут не только до пятницы, до этого заседания муниципального совета, на котором наши будут голосовать за референдум. Репрессии будут продолжаться. Значит, мне написали многие, и вот наши коллеги говорят, что многие сказали о том, что... Многие сказали о том, что хотят прийти в пятницу утром в 10 часов поддержать наших муниципальных советников. Многие, кстати, приходят к ним в течение дня, многие из районов приезжают к ним завтра, но многие хотят в пятницу прийти поддержать их во время проведения этого муниципального совета. Ребят, это хорошая идея, я считаю. И те, кто меня спрашивали, я сказал, что, ну, послушайте, придут бельчане, придут те, кто живут недалеко от Бельц, для того, чтобы поддержать людей, которые борются, кстати, за настоящую демократию. Не за ту, которую пропагандируют одни или другие, одного цвета или другого. Они сегодня пропагандируют реальную демократию. Сегодня демократия, это все то, чего мы добились в бельцах, и все то, чего нам еще предстоит добиться. Сегодня это демократия, но точно не то, через что проходят наши коллеги в течение последних дней, и в течение их родственников, и все те, которые сегодня против этого бандитского режима. Ребят, я думаю, что сейчас для тех, которые находятся в лаве, вижу у нас очень большая аудитория, и в фейсбуке, и в одноклассниках, я, может быть, передам слово. Ребят, вы возьмите микрофон, те, кто в бельцах, потому что основная часть тех, которые нас смотрят сейчас из очень многих стран, я думаю, что сейчас, если, вот как раз вас сейчас уже все видят. Я, 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 если позволите, я хочу... О, спасибо. Не знаю, лучше видно так. Я хочу от себя лично, я надеюсь, что мои коллеги выскажутся от себя лично, хочу поблагодарить в первую очередь жителей города Бельцы, потому что действительно сегодня были очень многие звонки. Люди нас поддерживают, люди приходили к нам в премарию. Очень многие люди, бельчане, но которые живут в диаспоре, отправляют СМС с поддержкой, звонят. Люди готовы прийти сюда вместе с нами ночевать. Мы сказали, что мы готовы принять всех, которые хотят, в особенности тех, которые пишут о том, что нам не верят, о том, что это все на камеру, на публику, что мы тут ночью кушаем, это, конечно, ложь, это провокация. Мы, как и говорили уже на протяжении сегодняшнего дня, вчерашнего, тем, которые не верят, наши двери открыты, премария открыта, дверь 334-го кабинета открыта, пожалуйста, пресса, приходите, обычные люди, посмотрите, как, в принципе, наши советники не едят, просто пьют воду. Спасибо большое. Хочу сказать здравоохранению, всем врачам, которые находятся рядом с нами, предоставляется медицинская помощь ежеминутно, как только что-то, какие-то симптомы у кого-то появляются. В принципе, вы знаете, ваше сообщение, ваша поддержка для нас очень важна, потому что первый вопрос, который сегодня звучал от вас, это был, чем мы можем вам помочь. Вы знаете, для нас очень важна и ценно ваша поддержка. Это, наверное, самая главная помощь сегодня, в которой мы нуждаемся. Это нам придает силы идти дальше, нам придает силы бороться, потому что есть для кого в этой стране бороться. Мы это делаем и для вас, мы это делаем не только для бельчан, мы это делаем для всей страны. И от себя лично благодарю всех и преклоняюсь перед каждым за вашу поддержку. Я передаю микрофон дальше. Добрый вечер всем. Конечно, очень приятно, что мы увидели за эти два дня. Нас очень сильно поддерживают, в первую очередь, это бельчане. Нам приходят, начиная, наверное, с 9 утра. Мы встаем в 7 утра, потому что примарей начинает работать в 8 утра. Всем утра мы уже встаем на ноги, значит, идем по своим рабочим комиссиям. Мы не выключаемся из работы мэрии. Кто в каких комиссиях, тот в тех комиссиях расходится и работает. Значит, конечно, я хотел от себя и от своих коллег, кто со мной рядом, выразить огромное вам спасибо за огромную вашу поддержку. Что бы те ни говорили, эти нечисти, вот эти непути, что бы они ни говорили в соцсетях, поверьте, что у нас очень огромная поддержка от людей. По всей стране, не только в Бельсии. Потому что столько, сколько сегодня поступило звонков из-за границы. Звонили сегодня из Германии, звонили сегодня из Румынии. Это незнакомые люди. Звонили сегодня из Греции. Но, то есть, мы чувствуем, что нас люди поддерживают, и все люди говорят только одно, что мы верим в вас, вы правы, мы всегда будем рядом с вами. Да, хотя мы и далеко от вас, но, говорит, мы все равно сердцем с вами. Не сдавайтесь. И когда вы слышите такой месседж, как не сдавайтесь, что вы сегодня единственная в стране оппозиционная партия, единственные люди, которые сегодня показали и сказали нет Плохотнику, нет сказали в Бельсах это Маху, нет сказали тому же депутатам Бельского парламента, которые сидят в парламенте. Понимаете? Мы сегодня в ваших лесах, мы не боимся. Да, с нами сидят женщины, взрослые, молодые женщины. Нас это все время запугивали, и сегодня запугивают. Поверьте, что даже сегодня вечером, когда в районе 18 часов ищущие опуски у нашего коллеги Сергея Балана, у него жена на 9-м месяце беременности. Так же само они сегодня предъявили Шварту Михаилу, тоже обвинение, у него жена тоже на 9-м месяце беременности. Но эти люди идут на все, вот я говорю, у меня мурашки по телу, я из-за того, что у меня есть моя мама, у меня есть двое детей, у меня есть любимая жена, теща, теща, у меня есть братья. Они все переживают за нас. И когда моя мать звонит мне и в эфире плачет, поверьте, она плачет, да, ей жалко, я ее ребенок. Что же думают те тогда дети, которые ходят по нашим советникам, такие как Мельник, такие как Фырфа, такие как Руслан, как его фамилия забыл я этого, бывшего директора Байдукова, когда они угрожают нашим коллегам, понимаете, они просто угрожают, говорят, посадим твою семью, посадим твоего отца, тебе найдут там, я не знаю, наркотики, взятки, но все такое прочее. И мы знаем, что сегодня утром, да, то есть завтра утром они придут кому-то из нас. Но я говорю, я призываю вас к тому, что хватит бояться. Ренат Георгиевич правильно сказал, есть кто сильнее, есть кто слабее. Но когда мы вместе, я всегда говорил в Вельске муниципальных советникам, всегда говорил в партии в нашей, всегда говорил активистам партии, пока мы будем вместе, пока мы с нас, они не разобьют, ничего нам не страшно. Только они начнут нас откалывать, как ядро орехов, мы посыпимся. Поэтому я призываю держаться всем вместе. Вот как мы в Бельцах вышли и объявили голодовку. Мы вышли и сказали нет, нам надоело бояться, чтобы нам ходили наши все минугрожаки. Мы вас любим, спасибо за поддержку. Мы вас не подведем. Дорогие друзья, добавить тут сложно что-то, тем более мы с вами все обсудили. Я еще раз хочу поблагодарить всех тех наших, которые поддерживают. Я хочу поблагодарить от всего сердца своих коллег в Бельцах, наших коллег в Бельцах. Ребята, потому что то, что вы делаете, сегодня вы можете изменить ситуацию не только в Бельцах, вы можете ее изменить во всей стране. И от этого люди плохотнюка только звереют еще больше. Я буду делать все, что я могу и не могу, для того, чтобы мы продолжали двигаться только вперед. Что сказать нашим, которые смотрят в лаве, Николай, Лен, то есть десятого людям, бельчанам и так далее. Вы людей пригласили десятого на совет или все-таки нет? Ренат Георгиевич, я хочу сказать, что заседание совета будет 19-го числа, в пятницу, в 10 утра. Да, в пятницу. Не было необходимости сегодня кого-то приглашать на сессию, потому что каждый человек, который сегодня звонил, самостоятельно говорил, принимал решение, что в пятницу мы соберемся все и будем в 10 у премарии. Мы хотим поддерживать вас, поддерживать нашего мэра Рената Усатова. Мы город наш не отдадим бандитам. Каждый человек, вот повторял, как будто они договорились. Все вот эти более 200 человек, 300, как будто все договорились, научили один текст наизусть. Люди не нуждаются сегодня в нашем приглашении. Они сами изъявляют свое желание прийти в пятницу, поддержать всех нас, поддержать референдум, поддержать Рената Георгиевича как мэра. И мы только рады. Конечно, это я же говорила, но это придает только силы от такой поддержки. Но самое главное, Ренат Георгиевич, люди понимают, что они хотели развалить нашу фракцию. Основной удар это избрать своего вице-мэра. Люди, которые приходили сегодня после 18 часов, они сами это сегодня высказывали. Они даже спрашивали на втором этаже, где кабинет этого деятельности. Я, конечно, подсказал, где он. Не, надо даже вот это, как в секс-шопе делать этими стрелочками и сердечек. Вот от входа прямо до его двери провести как бы эти голубенькие линии. Причем эти голубенькие линии, я вам скажу, что мы должны будем провести и в том числе к квартирам и домам этих полицейских, сотрудников ЧНИА. Я, значит, ребят, вот все те, которые участвовали в провокациях, в этих незаконных грязных обысках и так далее. Ребят, давайте, у каждого дома есть принтер. Если у кого-то дома принтер не такой быстрый, то я найду принтер, который напечатает 100 тысяч штук за... Вы показываете ваш потолок. 100 тысяч листовок за сутки. Значит, вопрос, ситуация в чем? Давайте реально, кстати, людей нужно информировать, Николай, и люди должны знать в лицо, потому что они слышат фамилии многих велиционеров. Я вот видел, сегодня опубликовали в фейсбуке фотографии многих тех, которые один с семьей под нашей елкой в Бельсах, другой рядом с елкой, третий там на улице, четвертый на Кума-3. Я там видел, кто-то опубликовал в фейсбуке фотографии, значит, надо их всех опубликовать, чтобы их знали люди в лицо, чтобы люди их знали в лицо, и просто кто-то плюнет, кто-то кого-то на улице поймает, даст под жопник, как бы ничего страшного, понимаете? Поэтому сегодня нужно этих героев показать, значит, Маху как бы рекламировать так сильно не надо, потому что все нормальные дети прочитали это. Волшебники изумрудного города, там этот Урфин Джуз, Маху копия, поэтому его как бы и так знают. Сейчас только стрелочку провести, провести к его кабинету, и там это самое, и там эти его найдут и незнаки, и железные дровосеки, и так далее, понимаете? Поэтому не надо стесняться, а завтра я вам говорю реально, как бы найдите на самом деле, вот они издеваются, они вот, что они делают? Они взяли весь город, там устроили эти трафареты, Ренату, Саты, наша партия, мусорная партия. Я вам говорил, не надо это, вот они портят имущество, в том числе личное имущество людей. То, что они подонки так делают, это от этого у них как бы авторитет не прибавится. А вот для того, чтобы мы этих художников показали, я завтра прошу, я знаю, что у нас там есть несколько творческих человек, найти вот эти стрелочки. По крайней мере, я уверен, что это самое. Если не найдете в Кишиневе, потому что стрелочки должны быть обязательно вот эти, с кружочками, попками, такие, которые именно покажут правильную дорогу к Маху. То есть нам не нужны стрелки такие, которые сегодня стоят на улицах, понимаете? Нет у вас этих стрелочек, я их передам, и я передам заодно и такое покрытие, которое никогда это не отмоет. Вот Маху уже, скажем так, может разложиться, я имею в виду то, что от него останется там через 70 лет, дай Бог ему здоровья. Но стрелочки это будут как сиво. Вот в Кишиневе, например, есть памятник Гимпу, камень перед правильной. А у нас будут стрелочки Маху, понимаете? А есть стрелочки, там они довольно-таки скромные, есть с пипетками, с писечками, попками, они детские эти абсолютно, то есть не вызывающие никакой агрессии ни в коем случае. Поэтому каждому свое, понимаете, в жизни. Вот, и надо приводить бельчан и сказать, что дорогие бельчане, нет у нас в бельцах зоопарки, но у нас есть там гиена Маху. Он же гиена, он же орангутанг, он же главный плохотнюковский представитель бельцев, понимаете? То есть, неважно, пусть один ребенок хочет фотографироваться ребенок с зеброй, ведите его к Маху. Хочет фотографироваться с обезьяном, тоже к Маху ведите, понимаете? Ничего страшного, дети как раз, главное, чтобы дети не запутались. Ладно, ребят, я желаю вам всем хорошего вечера. Я очень переживаю за вас, Николай, очень аккуратно. Ты отвечаешь за всех наших девочек. Поэтому я думаю, они тоже знают, что ты отвечаешь. Поэтому что-то, Николай Николаевич, думаю, что обыски почему-то завтра будут все-таки у тебя. Спасибо, Ритански. Ну, не, на самом деле, потому что... У меня так пускай приходят ко мне сюда, понимаешь, а не к моим детям. Ну, не, это понятно. Ну, почему-то все-таки чувствую я завтра их у вас, Николай Николаевич. Вот не знаю почему. Хорошо. Информации пока нет, но будет точно у кого-то из наших завтра. Посмотрим. Может быть, они пойдут кому-то из детей из наших советников. Ну, я имею в виду советники, которые постарше, как бы. Ну, то есть тут может быть все, что угодно. Обыски у них авторизированы были с начала недели, это все было известно. Поэтому давайте дождемся завтра. Ребят, вам еще раз огромное спасибо за то, что вы делаете. Те, кто смотрит нас в соцсетях, ребят, делайте, пожалуйста, репосты. Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте. Ребят, делайте репосты. Нам важно, чтобы это все, что происходит в Молдове, узнали уже не только у нас в Молдове, в том числе за ее пределами. Дорогие пользователи соцсетей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.